Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Как общаться с полицией? Глава первая. Разговариваем правильно. Грамотное общение, примеры и ситуации. С полицией рано или поздно приходится столкнуться к каждому из нас, и не всегда это происходит по инициативе. Если вас на улице останавливает полицейский, или же полиция приходит к вам домой, либо на работу, это всегда стресс и почти всегда неожиданность. Большинство людей в таких ситуациях подпадают под влияние собственных эмоций и начинают совершать одну ошибку за другой. На самом деле, все, что нужно сделать, это взять себя в руки и общаться с представителями закона уверенно и грамотно. Вот несколько самых распространенных ситуаций, которые возникают у рядовых граждан при общении с полицией. Вас останавливают на улице, чтобы проверить регистрацию. Попросите полицейского представиться, предъявить служебное удостоверение, обратите внимание, есть ли у него именной нагрудный знак. И только после этого сообщите ему, что интересоваться отсутствием или наличием у вас прописки имеет право участковый, либо сотрудник ФМС, и никто больше. Зачем же нужно просить представляться, спросите вы, ведь можно сразу сказать. Во-первых, вы таким образом даете понять, что знаете свои права и знаете законы, пусть и в минимальном объеме. А во-вторых, часто полицейские, пользуясь своим положением и анонимностью, позволяют себе нарушать права граждан и законодательства. Представившись же и лишившись столь удобной анонимности, сотрудники полиции начинают вести себя более корректно и осмотрительно. Поэтому не стесняйтесь и не бойтесь просить показать документы. Это ваше право и обязанность полицейского. Вас останавливают для проверки документов. Опять же, попросите полицейского представиться и предъявить свое удостоверение. И только после этого поинтересуйтесь, по какой причине вас остановили и почему сотрудник полиции желает видеть ваши документы. При этом стоит знать, что проверять ваши документы без причины полицейский не имеет права. А единственная причина, по которой такая проверка возможна, это имеющиеся данные, которые дают основание подозревать вас в совершении какого-либо преступления. Конечно, полицейский может сказать, что вы похожи на преступника из ориентировки. В этом случае не следует продолжать спор, покажите свой паспорт, но только из своих рук. Не передавайте паспорт полицейскому и помните, что изъятие у вас паспорта является правонарушением. Если, конечно, вас не осудили или не заключили под стражу, если паспорта у вас при себе нет, ничего страшного, вы совсем не обязаны всегда носить его с собой. Предъявите полицейскому любое другое удостоверение или же просто продиктуйте свои данные. По закону этого вполне достаточно. Вам не повезло, вы похожи на какого-то преступника и вас забирают в отделение. Иногда такой повод может быть вымышленным, иногда настоящим. В любом случае рекомендуется права не качать, юридической грамотностью особо не хвастаться и вести себя предельно вежливо и спокойно. Если вы будете нервничать и пререкаться с полицейскими, может пострадать ваше здоровье. К сожалению, в реальной жизни далеко не все и не всегда происходит по закону. Всегда при общении с полицейскими соблюдайте спокойствие, будьте вежливы и корректны. Не употребляйте матерных и жаргонных выражений, даже если их постоянно произносит сам полицейский. Если вас останавливает наряд ППС, помимо звания полицейского, номера его удостоверения и фамилии, уточните также, в каком именно ОВД он работает. Помните, что наряд несет службу на строго определенном маршруте и сотрудник ОВД не имеет права патрулировать территорию соседнего района. По какому поводу? Законопослушным гражданам? Сэмпл комплит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова